поэтому все что вы скажете может и будет да и так у нас продолжаем четвертая мечна четвертого пирака ассех так тубот говорим про продолжаем обсуждать все вещи которые получает отец за свою дочь на право отца и так если все то время пока девочка она несовершеннолетняя и даже если она наара мы скажем что на ктана то есть маленькая девочка это до 12 лет а с 12 до 12 с половиной это возраст наара и тем не менее и это и ктана и на все то время пока она до 12 с половиной лет отец получает все деньги кедушина шекецов кедушин шилот то есть кто-то пришел и дал ей там кольцо подарил ей там какие какую-то сумму денег в качестве кедушина эти деньги идут отцу также бешта мы знаем что три способа приобрести женщину второй способ это договор брачный тоже отец получает этот штар за свою дочь у беби я также отец имеет право отдать свою дочь без ее согласия до замуж через бию через сайте наши три способа вступить то есть посвятить себе женщину это либо сделать ей посвятить ее деньгами или любой вещи у которой стоит денег либо через документ либо через бию сегодня бия запрещена мудрецами так никто не посвящает но тем не менее потория тогда работает отец имеет право отдать свою дочь мужчине да чтобы тот ее посвятил через сайте она стала его женой без закайга а в дымит сиата и если девочка что-то найдет нашла кошелек с деньгами нашла бриллиант нашла что-то мгновенно все что она нашла становится принадлежит не мужу отцу она еще маленькая мужа еще нет а все то время пока она до 12 с половиной лет она в юрисдикции отца и все сразу принадлежит от сочи кстати девица и причина шалом байт жена что нашла все сразу принадлежит мужа чтобы не было внутри семейных разборок а это и мое сразу все проблем нет что папа у нас один у нас сюда один глава семьи все принадлежит папе то есть сразу она нашла принадлежит это отцу у бенасы я дэга во всех деяниях юру все что девочка там не знаю умерица вяжет или шьет или она там где делают глиняные горшки что-то производит что умеет делать все заработок да все что она может заработать а все деяния и рук отец может такими коврами торговать а это тоже будет принадлежать ему таким корр ишит битолы а мама 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 сия дэхал араба а в батма сия дэхал афи а рафар пи да это приводится в талмуде откуда мы это учим потому что сказано про ама еврея про еврейскую рабыню что все что она делает принадлежит его хозяину и ким корр ишит битолы ама так вот точно так же как в случае с рабыней все принадлежит его хозяину точно так же да все деяния рук дочери принадлежат отцу на фар пи шай а коту мэдэбэр бэктана несмотря на то что там речь и гэра эйна вьяхоль на мухра на ара меняется условие то есть отец уже не может продать на ару девочку от 12 до 12 с половиной лет в рабство тем не менее тем не менее мы учим да что аналогия она сохраняется и поэтому все что производит все что может делать и дочка пользу от этого то есть извлекает отец касается отмены ее обетов очень серьезно подходит ко всем обещаниям которые дают люди если человек бросил слово на ветер из спорта это его отменить чтобы отменить необходимо определить называется петах то есть неопределение просто нельзя отменить я что-то можете просто снять меня не не у нас это это не не покаяться это тут единственно нужно найти причину еще если ты понимал как сложится ситуация ты бы никогда не дал бы этот обет если такое имеет место быть то можно обет разрешить но если нет если даже зная это ты все равно бы этот обет дал то туда извини живи с этим обетом отменить его нельзя но отец имеет эту власть над своей дочерью как увидим в дальнейшем можно жене тоже что если дочь чего дала какой-то обет в тот день как отец вышел она все будет больше не буду есть яблок никогда если так все глупости отменяю нет обета имеет на это право если отец отменит это в тот день как услышал они имеют своего действия обратите внимание в тот день то есть если он промолчал и наступил следующий день а значит он согласился тогда обет имеет силу но если в тот день как он услышал об этом отменил то это отменено а в талмуде мы учим земли маша как написано в дни своей юности в доме отца объясняет рашка бене урэга что имеется бене урэга вне юности то есть биршут а вига гей она во владении отца какого марша пасук зэна мэдемшээ кишина а раз зака я бига бэга парандерега отсюда мы учим что отец имеет право отменять любые обеты своей дочери вы еждуршим пасук зэ аль коль зафьёд га аббитобэн га бэйта вига коль шибану рэга лави а это а есть который из этого пасука выводит что все что делает дочь предыдущий аллаху которую мы сказали что все деяния рук дочери принадлежат отцу также пишет рабом своем комментарии к мишне а не им айня ним шаф закай бэгэм коль сман шбитонара вот все вещи которые имеет на которые право имеет отец все то время пока его дочь на ара как сказано да у бабы кабала коль шевах на урим лави вся польза которую можно извлечь который может дочка принадлежит ее отцу а вальшами миши и багер ну как только она повзрослела и лави шутба все отец лишается всех привилегий вообще не имею никакого влияния также он принимает юге от разводной письмо например как это если она замужем то все она выходит из под власти отца имеется ввиду если тот дал ей то есть муж жених дал ей кольцо свадьбы дело не дошло после кедушина уже нужно разводиться но пока не было все таки она еще власть отца на самом деле частично во власти мужа частично во власти отца но как только муж оборвал свою власть дав ей гет она полностью переходит во власть отца возвращается как бы к нему и в этой ситуации отец тот на адресат который принимает разводное письмо нет если она была обручена будучи еще до возраста 12 с половиной лет дошло до хупы на самом деле даже если было 9 лет мы ей дали кольцо и была хупа отец лишается права все и даже если муж умирет на следующий день она девятилетняя девочка она сирота при жизни отца но имеет статус то конечно он может ее взять понятно что но он уже не имеет права не на все что она нашла миллион долларов это ее миллион долларов а как и 9 лет у нее есть отец нет она уже сама по себе только была хупа она вышла из отца и то же самое со всеми законами что мы здесь учим уже будут касаться ее лично а и так же отец не имеет права вкушать плоды при ее жизни что это значит именно в плоне хасимби и рушами бейта фи има например ею выпало какое-то наследство из дома отца ее матери то есть то есть не может отец при жизни дочери вкушать плоды этого наследства обвалим это но если она умерла то нас ее отец но как только она вышла замуж то есть было хупа все права получает после отца кто муж все права теперь теперь те же права имеет муж а ину бомиция то же самое если она что жена что-то нашла какая-то находка сразу принадлежит мужу хоть они там между ними тысячу километров у нас и адега все что делает его жена способна сделать улафарат на дарега отменять обеты своей жены все эти права есть у мужа опять-таки сразу отреагировал то есть день как это услышал но есть еще превосходство мужа над отцом все она сама по себе есть что-то у мужа чего нет у отца то есть что-то муж что что у мужа есть а привилеги а у отца нет что это он знает плоды ее при жизни мы стали отец нет а можно что если она получила какое-то наследство получить замок или завод завод принадлежит ей но все что завод к мужа то есть она получила сад сад принадлежит жене но весь урожай муж может торговать заниматься бизнесом муж полностью может этим заниматься в отличие от отца но в итоге сад принадлежит ей то есть квартира моя но я ее сдаю в аренду ты можешь получать ты получаешь деньги от аренды квартиры но квартира моя окей это разница между мужем и отцом с другой стороны муж обязан ее кормить а так одевать а также обеспечить ее своей жене кормить и одевать это обязанность мужа похитили требует выкуп муж обязан просто разбиться в лепешку выкупить жену кормить пропитание кормить она может готовить но он должен обеспечить ее обеспечить все что касается да дел приводится брать талмуде так от нас и а да то есть на так относится то есть за все его заслуги он получает как бы и обратное за мог пожинать плоды ее рук когда она связала носок где-то там мой носок да за это он обязан армить за то что он имеет власть над фуркана мы сказали фуркана это пина за то что он может получать прибыль от ее квартиры или от ее завода как мы сказали то есть плоды от ее участка за это он должен в случае чего ее выкупить любой ценой за кворота тахат ктубата и в конце концов за кту обязана обеспечить ей похороны не раньше времени но если так уж получилось то обязан подракиваться в сторону ритуальных делах и ну так а ни дуня шейх ни сало что значит за ктубу потому что в ктубе девушка прописывает все то что она во враг да что папа за меня дал мое преданное 15 тарелок 20 нарядов 4 золотых ковра да автомобиль да что да она пишет все это в тубу а за это муж обязан тоже ей обеспечить похороны если она умеет выкупаешь и он ее наводит раби иуда же говорит афилу и говорит раби самый большой бедняк в Израиле пусть не даст меньше чем 2 халелим дудочки да уме коненет что это такое агима аюмихам лискор ле эспэдам савданим халелим уме коненот в древние война когда человека хоронили арендовали во время эспэда траурные процессии савданим в халелим уме коненет в СВ раби ягуды и читал раби ягуды ше афилу ани шаби Исраэль царих ликор ле холе пахот шны халелим поэтому даже самый большой бедняк должен взять эти какие-то музыкальные инструменты да которые ну сопровождали процессию траурного уме коненет ахат ле аспэд и што или хотя бы одну ме коненет что это не знаю да во время траура по жене шабихлаль цархэ аквурагу потому что это как бы часть неотъемлемая ну как неотъемлемая да это то что было принято во время похорон в геморраме вуар ше им дэрэх бне шпахта ле аспиль бе халелла у бе коненет и написано в Талмуде что если в ее семье было принято именно так провожать умерших то есть что были халелим эти трубные инструменты и ме коненет афальпи ше эйн дэрэх бне миш пахто бе коненет а даже если у него это было не так тем не менее он должен это обеспечить афтанакама суверши хайя вла асотла кем и шпахта ле фише улла имо ве ино юредит имо да даже если это было в ее семье принято а в его семье не принято он должен делать так как в ее семье кенумар шеофилу лахар мита ина юредит имо что после смерти она не спускается с ним эйлэ ше бе мишнатэйну мэдубар бе хигон ше дэрэх бне миш пахто бе ках ве ло дэрэх бне миш пахта танакама сувер давка бе хаим ану умлим ше оле имо авал ло ле ахармита вараби яуда сувер афилу ле ахармита оле имо у меколь маком афредаат раби яуда даю ше ло лефахот ла мишны халлим у меконенет да есть разные мнения здесь нужно если это было принято у нее или все-таки надо делать как было принято у него но тем не менее говорит раби яуда что есть какой-то минимум положены которые в этом городе и это то что муж должен обеспечить во время ее похорон даже пусть ему очень тяжело даже если он самый большой бедняк и так на этом мы сегодня прервемся скажем только ле лу нишмат сегодняшний мечтарь были возвышение души до следующего раза с вами прошу прощаюсь спасибо на связи на связи пока 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 пока